Виктор, я вот все время задаю себе вопрос о том, там где я живу, как бы нету близко, чтобы походить и побывать на местах силы. Поэтому приходится ехать как бы иногда далеко, иногда очень далеко. И у меня вопрос следующий. Почему вот люди, которые живущие рядом, либо вообще на местах силы, они зачастую вот бедные и, как говорится, несчастные? Отличный вопрос. На самом деле, когда-то я его тоже себе сам задавал. Банально все просто. Смотри, если у тебя есть, это не значит, что ты умеешь этим пользоваться. И если у тебя есть, и даже ты умеешь этим пользоваться, это не значит, что ты будешь этим пользоваться. То есть, знать, уметь пользоваться и применять, это все разные понятия. К примеру, магический нож, к примеру, а там, да, ну, есть наделенные силой, энергетикой и так далее и тому подобное. Да, его обычный нож, вернее, не обычный нож, магический нож, а там, которым, конечно, колбаску не нарезают, цебульку не чистят и так далее и тому подобное. Да, это жертвенный нож, да, который пропитан кровью. Дай ему, крестьянин. Ну и что? Он будет картошку им чистить. Понимаешь? Посмотри, во времена революции люди, 17-й год, золотые подстаканники выкидывали, а стакан брали за пазуху. Почему? Потому что со стакана можно пить самогон. Потому что они не знали, что подстаканник золотой имеет ценность. Понимаешь? Такие люди, которые родились на местах силы, ну, они, да, ну, что, гора-то и гора, ну, это, ну, ну, красиво максимум, ну, ну, что еще сказать, да? Это очень часто и густо происходит. Смотри, к примеру, есть такие камни, которые обладают магической силой, да? И если он специально, человек этот будет камень искать и найдет, он его может применить. А если он будет идти, там, допустим, в городе по дороге и такой же самый камень, ну, к примеру, я положу вам классный, ну, вот, образно, да? А он его побоится даже взять, почему-то, что, а вдруг это порча, а вдруг это, а вдруг то. Или не будет знать человек, что это делает, или скажет, это стекляшка и так далее и тому подобное. Вот по этой причине так часто люди, которые живут, они вообще говорят, что вы туда ездите, блин, за сто коверст приехали, чтобы сходить на эту гору, вам что, больше делать нечего? Понимаете? Почему? Потому что он живет на этой горе, у него нет ценностей от этой горы, от этого места силы, к примеру, и так далее и тому подобное, да? Ему ценность какая? Привитая телевизором. А это, взял кредит, поехал в Египет. Вот это жизнь красивая! Вот, понимаете, вот, вот, Межгиря, о-о-о-о, ай-ай-ай-ай, дача Януковича. Кстати, вот сегодня был там, вернее, не дача, а поместье Януковича. Если честно, что меня произвело, на меня произвело впечатление, а меня больше всего произвело те впечатления, те возрасты, вау, это невозможно было вообразить. Ну, для меня это, в принципе, было абсолютно, ну, возможно, вообразить. Мне даже другое впечатление произвело. Что так скромненько-то, а? Ну, масштаб, да, земля, да, парк классный, да, ну, лес, ну, елочки, вот это, да, это красиво. А что так скромненько строение? Вы видели вот эти окна, они обычные, вы видели, что там плитка без затирки, ну, вот, вот это вызывает подозрения. Качество выполненных такой работ, не ахти какой, я вам хочу сказать, как шабашники какие-то работали. Понимаете, тот же самый мрамор как-то постелен так, ну, у меня он стелет, ну, вроде как лучше постелен, чем там. Там, понимаете, ну, эти перила, ну, мягко говоря, ну, выражают такую, знаете, ухмылку, улыбку. Ладно, не будем об этом, ну, меня больше поразили те возрасты, когда люди говорят, я такого никогда не видел. Ну, я понимаю, что ты никогда не видел. Ну, в принципе, мы же-то приехали не в какое-то село и смотреть дом какого-то председателя, колгоспа, заброшенного там, допустим, села, да, ну, как бы президента. Да, масштаб большой, да, в земле много, да, лес, да, красиво, да, елочки, да, цветочки, все хорошо. Печально то, что уже хреново ухаживают за этим всем, печально видно, как оно все приходит в негодность. Суть не в этом. Суть в том, что, да что тут говорить, поедете в Одессу в поместье Кивалова. Это простой ректор, понимаете, простой ректор юридической академии. Ну, его Кидалов вообще называют часто, ну, фамилия его Кивалов, да. Ну, поедете, посмотрите его поместье. Ну, я вам хочу сказать, ну, оно куда круче, куда круче, чем тот срубик и все остальное, то, что я сегодня увидел. Ну, парк мне понравился, ну, строение нет, ну, понравился пруд, неплохие фонтаны, ну, как-то меня там вообще... Так вот, я к чему? Вот так и человек, который живет, если он, допустим, вырос на этом месте силы, он умеет им пользоваться, он не знает, что с этим делать. Дайте магический ему нож, он тоже будет не знать, что делать, допустим. Дайте ему прибор, скажите, что там вот по той верой золото, и дайте ему прибор, который, допустим, для того, чтобы отливать золото, очищать, да, допустим, этот металл. Ну, и что, он воспользуется этим? Дайте ему химические формулы. Он разве воспользуется этим? Нет. Важно, кто этим воспользуется. Вот. Не только надо знать, где это находится, важно, как еще знать, как взять, как применить и как этим пользоваться. Вот и все. То же самое вот, как кладбище есть, да, все знают, что там кладбище. Но одни ходят туда колдовать, а другие ходят делать самопорченные обряды. И им кажется, что они ходят колдовать. А третьи ходят просто туда на проводы, там, нажраться, напиться и показать моду. Потом на, на, поесть мясо и там, блин, устроить, там, показательные выступления и там поспать на том кладбище. У каждого своя задача. Поэтому ничего удивительного нет, что люди, живущие на местах силы, они просто не знают, как этим пользоваться и, 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 и что с этого можно получить. Ну, вот мой ответ примерно вот такого характера. Спасибо за внимание.